Библейский портал экзегет.ру представляет 113-й псалом – один из самых радостных и светлых во всей книге для библейского портала «Экзегет». Прочитаю его в переводе Российского библейского общества, переводчик Михаил Селезнев. Вот прям не терпится мне прочитать, а потом буду комментировать. «Когда Израиль ушел из Египта, род Иакова от чужеземцев стал Иуда, святынею Бога, Израиль владением его. Море, видя их, убежало, и Ордан потек вспять. Горы прыгали, как барашки, и холмы, как ягнята. Что с тобой, море, почему ты бежишь? Что с тобой, Ордан, почему потек вспять? Что вы, горы, прыгаете, как барашки, и вы, холмы, как ягнята? «Пред лицом Господа трепещи земля, пред лицом Бога Иаковлева, он скалу превращает в озеро, камень в источник вод. Не о нас, о Господь, не нас, но имя свое прославь, яви свою милость и верность. Зачем, язычники, вы говорите про нас, так где же он их Бог? Бог наш на небесах, он делает все, что пожелает. А их идолы, серебро и золото, изделия рук человеческих, есть рот, но они не говорят, есть глаза, но не видят, уши есть, но не слышат, есть ноздри, но не обоняют, есть руки, но не осязают, есть ноги, но идти не могут, их горло не издает ни звука. Пусть такими же станут все, кто делает их, и все, кто на них надеется». Израиль, уповай на Господа, он нам помощи щит. Рот Аарона, уповай на Господа, он нам помощи щит. Боящиеся Господа, уповайте на Господа, он нам помощи щит. Господь помнит нас и благословляет. Благословляет он рот Израиля, благословляет рот Аарона, благословляет он боящихся Господа, и малых, и великих. Пусть Господь сделает вас многочисленными, и вас, и ваших детей. Вас благословляет Господь, сотворивший небо и землю. Небо для Господа, а землю он дал сынам человеческим. Не мертвые поют хвалу Господу, не те, кто сошел в страну безмолвия, но мы Господа благословляем, благословляем и ныне, и вовек. Аллилуйя. Вот такая красивая песня, при этом довольно сложно устроенная. Она начинается как будто с какого-то, знаете, примечания. Когда Израиль ушел из Египта? Вот где исток Израиля? Это исход из Египта. Да, израильтяне были и раньше, потомки человека по имени Яков и Израиль, но именно исход из Египта сделал их народом. Сделал так, что они осознают себя как некое единство, и это единство основано на их отношениях прежде всего с Богом. И вот тогда он говорит, стал Иуда святыней Бога, и Израиль владением его. Видимо, здесь два царства, хотя, может быть, Псалом написано еще до разделения, южная, иудейская, северная, израильская, ну, они и до этого, эти две части не очень друг с другом ладили, да, такая история близких народов или одного народа, состоящего из двух частей, который вечно спорит. Она часто в истории встречается. И вот здесь, смотрите, они спорят, кто главный. Вот, прям не хочется приводить примеров из современности, да, но представим себе два братских народа, которые спорят, кто из них лучше, да, сами подставьте, и он говорит, Израиль стал, и стал Иуда из святыни, и Израиль владением. Что лучше, святыня или владение? Владение или святыня? Да оба, но по-своему каждый. Оба дорогие, оба родные, оба любимые. И не спорьте, это неважно. И вдруг описание мира, который радостно удивляется, море в виде их убежало. Это, конечно, переход через Черное море, мы все представляем себе, хотя мы не знаем, как это было, но какое-то чудо, море, там раздвинулись воды, что-то произошло немыслимое. А тут прям посмеяться хочется. Море в виде их убежало. И Ордан потек вспять. Тоже, и Ордан, который прекратил течение, когда они пересекали его. И горы прыгали, как барашки, холмы, как ягнята. Смотрите, прямо землетрясение какое-то, это что? Возможно, дарование закона, заветы на горе Синае, где вот тряслась гора. А он говорит, горы прыгали, как барашки. Вот представляете себе, ягнят, барашков на лугу в весеннем, да, они там скачут, подпрыгивают, бодаются. Ну, такая идиллия практически. Весь мир радостно и по-детски воспринял рождение Израиля. Он обрадовался этому рождению. Тут грозные события, а описано все, как детская игра. Более того, псалмопеют с улыбкой такой, что с тобой, море, почему ты бежишь, что с тобой, Ордан, почему потек спять, что вы, горы прыгаете и холмы. И вдруг ответ, перед лицом Господа трепещи земля, перед лицом Бога Яковлева. Вот некий правильный богословский ответ, но из псалмопевца прямо бьет этот фонтан радости и изумлений. Он богословский ответ даже как бы, ну, потом добавляет, чтобы вот этот фонтан немножечко так сделать более приличным случаем, но само его удивление важнее, больше, нужнее. И опять-таки он скалу превращает в озеро, камень в источник вод. Это, конечно, про переход израильтян через пустыню, когда Моисей ударил в скалу, и оттуда потекла вода. Но здесь даже не про это. Обычно об этом вспоминают с ропотом израильтян, с тем, что они вот были неверны, что они не хотели. Моисей тоже засомневался, за это был наказан. Неважно, весь мир радостно изумляется, весь мир играет, скачет, пляшет. Скала становится озером, как это может быть? Да, вот потому что Бог такой веселый, радостный, потому что он входит в этот мир. И, кстати, ой, не нас, Господи, не нас, но имя свое прославь, яви свою милость и верность. Столько раз псалтири, псалмопевец говорит, Господи, меня прославь, я же твой. А здесь даже, ой, такое все вокруг творится, что я даже про нас забыл думать. Да, вот, Господи, ты какой удивительный. Дальше полемика с язычниками. И такая тоже, он над ними прямо посмеивается. Зачем язычники, вы говорите? Бог наш на небесах, а ваши идолы? Рот, глаза, ноздри, руки, ноги, все это есть, но бесполезно не действует. Такая вечная полемика против идолов, да, то есть, что они безгласны, слепы, бездеятельны. Но здесь как анекдот прямо, да, вот что это за загадка? Есть труд, но не говорят, есть глаза, но не видят, уж есть, но не слышат. Что это такое? А, это идолы, надо же. Удивительный, веселый, радостный детский псалом. Пусть такими же станут все, кто делает их, и все, кто на них надеется. Вроде проклятие, а какое-то несерьезное, да. Вообще-то он им желает, чтобы их разбил паралит жестокий, чтобы все это отказало им глаза, руки, ноги, да. Да, но звучит, как такая детская игрушка. Кто как обзывается, тот сам так называется. Такой очень легкий псалом. И вдруг, среди всей этой легкости, да, начинает звучать торжественный гимн. Израиль, уповай на Господа, он нам помощи щит. Рота Аарона, имеется в виду священники, да, они все потомки Аарона, боящиеся Господа, то есть уже другая немножко категория, не только священники, но все верующие. Уповайте на Господа, он нам помощи щит. А мир не такое радостное, игривое, легкое место, хотя в нем есть где поиграть, порадоваться, повеселиться. В нем бывает нужен щит. И вот здесь уже звучит этот торжественный гимн. «Господь помнит нас, благословляет род Израиля, род Аарона, боящихся Господа, и малых, и великих». И дальше, собственно, текст благословения. Вот звучит это благословение. Вероятно, какой-то священник выходил, произносил его. «Пусть Господь сделает вас многочисленными, вас, ваших детей. Вас благословляет Господь, сотворивший небо и землю». А, кстати, небо и земля. Небо, небо для Господа. А землю он дал сынам человеческим. Вот как это здорово и удивительно. Опять вот он замирает перед этой загадкой. Надо же, как Господь поделил мироздание. Небо себе взял, а землю отдал нам. И он прямо восхищается этим. На этой земле вот это все происходит. Вот эта вся веселая игра, да, когда море, иордан, горы, все это в какой-то пляске неимоверной по его слову. И мы в этом тоже живем. Как же удивительно жить. Как это здорово. Не мертвые поют хвалу Господа, не те, кто сошел в страну безмолвия, но мы Господа благословляем ныне и вовек. Аллилуйя. Про смерть он тоже упомянул, но как-то вот даже нет ее в этом мире. Вот в этом мире, который он описывает. Нет, не мертвые. Мы, мы живем. Жить — это здорово. Жить — это значит быть с Богом. И пока мы живем, он с нами. Удивительный псалом. Очень его люблю. И прямо протягиваешь руку и видишь вот этих радующихся людей, которые тебя в этот хоровод буквально затаскивают за эту протянутую руку и призывают благословлять Господа. Не все псалмы такие. 114-й будет другой.